Какой-то хороший кэрри, который также сможет наваливать вполне себе. Кирыч подкупал. Тут уже классно подкупал. Есть квопа, есть дезраптор, краски треки. И, ну, по героям таким, скажем, пирстом. То есть можно уже треки выклипать и, в принципе, тоже быстро давить. Ты очень хочешь осмотреть, чтобы быстро задавили. Да, да. Я даже этого не скрываю. Да, безусловно. Было бы неплохо. Окончить наше мучение. Четыре минуты пойдет двенадцатый час, ой, тринадцатый час пойдет. Ну, и нормально, сейчас баньки, все дела. Норм. Да. Завтра в выходной можно отдохнуть. Ну, можно. Призадумались немножко вечер гейминг, но у них еще дополнительного времени полно-имполно. Забанили братрома, забанили Джаггернаута, в свою очередь, андерробот гейминг. Давайте посмотрим, что действительно выберут себе. Но нужен какой-то убиватор, чтобы пробивать всю эту грязь. В виде Аксайл, Афсилера и Инвокер. Да, Гирич, наверное, смотрится неплохо. У него кулдаун работает также сквозь рейдж. Ну, и в целом, под Инвокер, хотя сказать, под Воиды, конечно же, смотрится неплохо. Ну, и призадумались немножко. А может быть, это Воид Кэрри? Времени много. То есть, можно и думать, но не, Воид Кэрри не надо. Не надо. Ну, в смысле, сегодня был неплох. Сегодня, если я не ошибаюсь, Ама, да, Ама просто там рапагу сделал. Это Луна. Луна с Аганимом. Как тебе? Луна тоже норма, Луна с Аганимом. Вообще изи. Нас с 2000 рейджей закидывать. Я бегу, пацаны, да, вот вам мульту. Сейчас я на ноге дойду в замес. Я, кстати, помню, был у меня матч на... О, Рубенчик. Я Рубенчика люблю. В общем, был матч на квалах к мажору. Там играли Гумба Гейминг против Каипи. И там Луна была от Гумбы через Fast Discord, а потом Аганим. Но, конечно, она была такая себе, но был забавный. Да, разбирают у нас пока ребята героев. Я напоминаю еще раз, что это такой турнир, как Dota 2 Professional League. Китайская лига с китайцами на китайских серверах. Финальный матч сегодняшнего дня противостояния Вичи Гейминг против Тандер Робот Гейминг. Формат Best of 2. Счет 1-0 в пользу Вичи. И это последняя игра сегодняшнего рабочего дня. Давайте смотреть, кто на ком будет играть. Начнем, наверное... В прошлый раз я с... Кого начинал? С Тандер Робот, по-моему. Да, давайте начну с... Вичи Гейминг. Ротикей будет играть на оффлейн в Войде. У Ротикей есть новый айтем. Отлично. Товарищ Хуа Эм будет играть у нас на Дизеррапторе. Сайлар будет играть, конечно же, на Лине. Луне. Лина, она же Луна. Сетевая, конечно же, в миде на Queen of Pain. И на Бounty Hunter 1, 2, 3. Я не помню, кто это, честно. Кто-то. Кто-то играет на Бounty Hunter. Ну, у нас... Тер-Джи у нас... Нир на Рубике. Чувир играет на Аксе. 291 на Лайфтере. Пейн 290 на Энвокере и Пейн на Винге. Да, Винга будет сегодня страдать. Не зря у него такой ник Пейн. Пейн. Это Винга. Ей. Можно убирать. Будет когда-то бафы. Пассивочка. Иммортальная подпись. Эргот, Скайбик. Неплохая подпись. Подарок у Рутикея. Кто-то подарил ему мысу. Новую. Ага. Нормально. Ну да. Ну что, видимо, не будет у нас никакой ранней агрессии. Контролит на топе у нас команда Thunder Robot Gaming. Рунку. В свою очередь, сетевая забирает на Боте. Ну и расходятся игроки по Лайну. Давайте посмотрим, кто на ком и где, как вообще будет стоять в целом. Мы так видим, что я так понимаю, в легкой дат. Сайлар будет при поддержке Дезераптора. В мид перетягивается у нас сетевая. Будет ставить он против, соответственно, инвокера. Кстати, интересный лайк тут вырисовывается. Пейн и Нир. Рубик и Венга перетягиваются к Гуля. Ну, это будет трипла. Трипла на Даблу. И нужно, наверное, кому-то перетягиваться в миде. Ну, если честно, такая себе трипла. Ой-ой-ой. 290-му очень больно. Просто нереально. Была бы Дженада. Это была бы смерть. Ну, там тогда бы хаба не подошел, соответственно, в инвизи. Так, ну, очень больно уже инвокеров. Тут начинается у нас ранняя агрессия. Стам получает у нас Дезераптор. Замедляет его. Подняли в Телекинез. Откащили подальше. Поставили филд неплохо. Сейчас еще умрет у нас. Эх, тычки не хватает буквально по Гуляну. Это ФБ для Тандерробилд Гейминг. Начинает агрессировать уже потихоньку. О-о-о. Ты видел, сколько оторвал? Один Глэй просто рубил как-то по Глэйву. Четверть КП. Ввиду у нас инвокеров. Да, инвокер все-таки умирает. Он же всегда был очень большим. Это рубеж. Я просто как-то соотношение с его КП. Это просто бах. Четверть. Больно. В лицо. Больно, не поспоришь. Мипал заставится. Да. Гоу-гоу. 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 Зараз. Гоу-гоу, ребят, парад. Ну и на топе, давайте посмотрим, у нас противостояние Ротикея против Акса. Ну, если, конечно, Акса пропретно несколько контр-хеликсов, то действительно, может он развалить лицо вполне себе. Ну, там же как бы псевдо-рандом поставили. Да, такое, но... В принципе, не срабатывает тычка чисто при атаке, а уже прям при прохождении атаки. Именно прохождении, да. Раньше, если ты просто мог атаковать просто, ну, через атаку, и у тебя уже работало. У нас вообще им бабло. Да. Слишком жестко. Ломается тут Вижн неплохо играет нас. БХ. Венга, кстати, сейчас может подстрять. Филд поставили, что-то она занаглела очень, да? Я вообще не понимаю, что она тут делала. Ах, буквально тычки не хватает, что по Венге Венга выживает на лоу-кп. Очень битые все команды Тандер Робот Гейминг Рубена бросили. Стопит Сайлар, ставится очередной Филд и Сайлар, конечно же, здесь. Хотя, нет, все-таки, прощает. Баунти Хамар не прощает, увы. Да, второй фраг в копилочку Вичи Гейминг. Ну, как-то не оправданная агрессия от Венги вообще, то есть, ну, вообще не оправданная. Ну, тут решили поагрессировать в такой вот линии. Конечно, если бы был не Лайфстиллер, а кто-то Рейнджовый, то, может быть, бы и получилось. Ну, вот, Лайфстиллер для агрессии на линии это не то. Ну, да, тут как бы Луна-то посильнее даже будет, наверное, под своими аурами, там, не вариант. Ну, по крайней мере, вот Луна на нападении и предоступлении по лишней тычке из-за того, что она Рейнджовик. А Лайфстиллер пока дойдет, получит плюху. Пока дойдет, получит плюху. То есть, уже лишний урон. Который, как бы, никак... Да, есть такое. Я так понимаю, это Гуля Майнкерри, и пока у него все печально, я опять не включил Крипстат. Нет, скорее всего, Акс такой прям керри будет. Класс, если мне комментатор, все, с 17 на 0 я вижу, Акса, да. Итак, Сиевич, успех. Ну, у Гули-то один крип. Нужно. У Гули один крип. Я не был. В трипле один крип у Лайфстиллера. Я только сейчас... Бывает. А не то, что бывает, это провал полный. И он даже в лес не может уйти из-за того, что у него пассивка не вкачена. Лоу. Вот так, кстати. Печаль какая-то вообще... Не знаю, намудрились линиями, зачем? Понятно. Потому что ты уже на Допе и фармил. И все. Ну, если что, я к тому, что у него на Лайне все не складывается. Но Гули такой герой, который может себе позволить просто уйти в лес. Просто берешь себе талон или там просто щиточек, там гусика в пачку и топорик, и пошел. Ты можешь себе это позволить? Пошел уж. Пошел. Ну, это было дано делать с самого начала, а не сейчас уже на четвертой минуте. Ну, ладно, с другой стороны. Кстати, по поводу Гули Лесника там тоже проблемы имеются, потому что Баунти Хантер у противника. Да, да, я понимаю, но... Баунти Хантер контрит с одной с интерьей. На подходе в лес, ты будешь знать, что Баунти Хантер заходит к тебе и все это будешь с его уже играть. Проблемо у Нира. Бултон Рошан. Нир не попадает в Вилл, поднимает телекен от Баунти Хантера, откидывает от себя, пошел фейтбол, но Нир прожимает стики, еще там тысячка, и... Килинг Спри уже. С тем временем Баунти Хантера. Ну, да, все фейтбол забирал. Отлично играет Пауэр... Пауэр. Я не помню, как зовут парня. 1, 2, 3, конечно же, разбивается моментально Смоки и будет выход в мид. В мид на инвокера, а там сзади в Смоках стоит в Инвизе, точнее, у нас стоит Пейнс, там залетает по сетевая, сетевая сбрили, но на развороте гейминг, можно подраться с 290. Работает Андертрайк, подтянули БХ, БХ очень больно, к сожалению, первого левела не так много урона наносит, как хотелось. В итоге минус 2, от Тандер робот гейминг. Ну да, 3-3. Спейс, спейс для луны. Спейс для луны. Сошлем все на это. Там ТП делает все время, в Инвизе, сейчас будет выход Акса, Акса очень больно, Акса проблемки, баш с первого удара просто в лицо. Это, я тут недавно смотрел стрим, по-моему, Ласта как раз-таки, смотрел, где он там играл на... дай бог памяти, на Шторм Спирите, да, и там был переломный момент, когда Ласт пошел просто в секретку вот здесь, вот гуля сейчас фармит. Его встретил Тролль. Вот чтоб понимал, у него все было не в откате, и БКБшечка, и так далее, но просто он из-за того, что заходил на Кайграунд, он не видел Тролля, и Тролль стоял здесь вот. И с первого удара Баши Дима просто не вышел. То есть, знаешь, представь, насколько первое удара. Ну, бывает, это Тролль. Проблемы 290 в мини, тем временем, на развороте. Сетивай получает холд снэп. Сетивай очень больно ультимейтом сбрил, тем временем, мейнвокера. Один в один размен. Продолжается погоня, но за Пейном. Пейну нужно бежать со всех ног, но тут Сайлар, бим в лицо. И, скорее всего, Пейн также отправится в таверну, да, с Силикена. Очередной фраг для Баунч Хантера. Неплохо, в принципе, пока уже накопился на Арканы. Ой-ой-ой, у него уже скор 6-й левел, а это всего же 6-ая минута. Ой, там агры, я слышу, сагрили Ротикея, контр-хеликс не пророкает. То есть, сейчас, но Ротикея все это делает и выйдет неплохо. Таймволком. Так что, не самый лучший таргет, который нужно харасить, безусловно. Но уже Кубану топим. Нападение пошло, и вот такой купол прямо на кончике. Акса, все вообще не крутятся. Сантрайк, очень больно Аксу. Аксевич, ой-ой-ой, зарубил. Разрубил напополам. Ротикеяна умер сам, один в один размен. Тут у нас на боте, продолжает завес. Ультимейт от Сайлара, больно, Нир, Ниро подальше от себя откинул. Бешеную луну, Глимс пошел, и, конечно же, они уже здесь умрят. Какой у нас дикий экшен, шестая минута уже, 8-5, счет, продолжается замес, и нон-стоп. Отличная игру дали. В принципе, Вичи и в прошлой игре тоже так давили, подфиживали. Сейчас пытается давить Тандер-робот в ответочку, то есть. Вот, счастье, там все-таки было нападение на Оксана топе, но именно на него нападали, а снизу там тоже Рубик защищался от Луны или Кинезом. Идет, выход у нас сейчас будет на БХ. По вардам. Пэйн есть рядышком. Ну, Вижен есть ли? Полснеф пошел, стан залетает, минус армор повесили, Sunstrike! И минус. Баунти Хантер умирает. Ну, неплохо, отгрызаются, там, да, робот, не хотят сдаваться. То мы их уже похоронили тут раньше времени. Все-таки биться хотят. Ну, не знаю, не знаю, в прошлой игре было такое самое. Ну, это да, согласен. По старту, так что тут все-таки... Тут у нас очередная попытка забрать Акса. Акса Агр на себя вешает Ротикея, Глимса нули Акса, ну, Акс, скорее всего, здесь не уйдет. Есть там. Сквим оф Пэйн очень больно. Аксевичу, конечно, да. Ох, ха-ха-ха. Захадал холл, что ты делаешь? Как же не везет Ротикея. Зачем он бился? Ты мог просто отойти подальше от крипов, но нет там, в контр-хеликс разрубил... Такие чисто дэмэджи. Зачем подходить на вайде? Ты же... Ты же не толстый, войд. Да, да, ты же... Это не тот, кто может там питать такое количество урона. Да, забавно. Забавно. И у Акса все неплохо, все-таки он забирает, как бы, оффлейн на оффлейн. По сути-то, потому что, по идее, фармящий у нас лайфстиллер, но пока выходит Акс, фармящий, конечно. Да, какое? И Сайлар контролит румки, при этом он на баунти, у него уже все хорошо, есть Аквил, есть ПТ. Пока за Макс отбимы. Ну и БХ. У БХ тоже все прекрасно, пошли треки. Ой, как же неприятно, когда у БХ уже есть шестой. Да, конечно, неплохо, но снова болился у нас товарищ 1-2-3, у него уже 4-2-1 счет. Крайне полезный Баланч Хантер. Теперь я понимаю, почему он постоянно банит в Китае. Крайне бесполезный лайфстиллер, который за 9 нут убил аж 16 крипов, из которых там половину анализа. Да, я крайне не понимаю, зачем взяли вообще-то лайфстиллер. Не, ну ладно взяли, или Акса влез, на крайне Аксом, Глимс пошел на Нира, Нира проблемки, залетает просто с руки урона Цайлара, но еще добивает Андерстрайк от товарища Дисраптора, это очередной фраг в копилочку команды Вичи Гейминг. Тут у нас бежит Акс, у Акса, кстати, есть уже Вангвард. Ну, он тут бежишь-то в Вайдас, знаешь, что-то на Аксе, ну и что толку от этого? Что-то как-то совсем плохенько плохенько смотрится Акс. В этом плане. Пока фармит. Если он Батлхаммер пока не качал, так что не получить доп.мс, то разгоняться и смешно, действительно. Его просто кайтит Ротики, хотя вот сейчас получил один Фонтер Хеликс в лицо, за ИВ делал это дело все таймволком. Готовы делать первый трекилл. Сидевая отправляется у нас сейчас на мид, будет выход, я так наверное, на 290-го. Также здесь уже рядышком есть Сайлар и Дизраптор. Ну и что, неужели уйдет 290-е? Нет, просто холл снэп на развороте, проблемы большие. У 290-го Глимса нули в ультимейт, мало урона, только сейчас пошел ультимейт. Ох боже, какой царский ультимейт от Луны, минус 2, делает Сайлар, продолжается драка, пострял уже здесь у нас гулянт все временем, просто остановился на месте, пытался разрубить напополам Сайлар у нас Акс, не вышла, увы, Глимс. Патрики были. Хотя вот тоже будет драголэнс. Нужно бежать, нужно бежать, беги. Ну и что, неужели у мэст, это луна, сам битрегерой, да, конечно. Аттаганг. Аттаганг. Баддлханг, динай, 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 динай. Товстиг сейчас будет еще один. Там еще дистики раз, и что не выживает, выживает. Атбул динайк. Продолжайте погоню у нас с Аксом. Аксу больно. Ну, относительно больно. Я не знаю, сейчас еще пару контр-хеликсов в лицо и уже будет Ротикею больно, так что это не самый лучший таргет, за которым нужно гоняться. Но обидно, что, конечно, умер... В на топе. Нир в опасности. Да, Нир своровал с Крим оф Пейн и умер от ультимейта, от Соник Вейва. Так что такое. Ну да, конечно, Квин оф Пейн расправляется легко с такими героями, а-ля Рубен, не самые плотные. Но тут, опять же, идут напрягать инвокеров в лес. Орбэ сейчас еще без нул шилдам, так что нет резистов. Нимитасик? Его, как правило, в инвокеря. Единичку берут там, но и отмокксят остальные скиллы. Даже позже. Окей, только что левел и пока рано. Хотя, притомогу уже взять в единичку, потому что телекинеса в двойку, ну... Да, безусловно. А не особо. Полезно, а вот... О, проблема большая. Инвокер, инвокер закидывает пол-кет на развороте, прыгает на него Ротике, поставили филда, инвокер теркил очередной в копилку команды вичгейминг. Ну и начинай давить вичгейминг за счет этого баунтихантера, за счет раккилов вороваться вперед. О, смотри. Как бы стоят все товара, а уже воюютом и между т2 и в лесу. Т2, да, бахнет. Ну, ребята, видно. Скоро на фото не будут. Там летит что-то у нас в луне уже готовое, да, готовое. Драгонлэндс. Драгонлэндс готовый, окей. Все, но он мне неплохо, потому что, ну, во-первых, ну, у него резьданки маленький, на 335, 460, это, как бы, ну, солидный такой рэш, как для луны. И вот, в принципе, луна с пикой. Я видел, в принципе, это прикольно смотрится. Вот, реально, знаешь, как бы, она как бы, как будто обрывающего а-ля окса отпихивает и начинает просто настреливать с миллионов противами. Не, оно смешно, действительно. Не, оно смешно, но оно как бы работает, если, есть таки врыватель. Ну, в медиапалтауэр тут у нас подвостричь находит Пейнет, Пейнет бегает, просветочка пошла, подняли БХА, у БК проблемки пошел Хадукен, умирает БХА в итоге, Гуля также может построить на развороте, Глимс пошел, Глимсанули у нас тем временем Пейн, у Пейна проблемы, Бим положили, пошел ультимейт от Лунэйт, бьется Гуля, Гуля в рейдже, но нужно бежать, там просто нереально, плеуки залетают в лицо. Умирает также 291, 1-2 размен, тут еще бегает Нир в инвизии с ворованным БХА. У БХА с ворованным, честно. Честно сорвал. Ну, ему бы треки какие-нибудь воровать там, я не знаю, там, что еще полезного? Ну, БХА молодец, потому что он, ну, мог бы так сыграть плохо и повесить трек, как бы его поукрали. Да, главное, главное, чтобы купол не воровал, но остальное пофигу. Хотя, подожди, воруешь купол, ставишь на врагов и там прокаст инвокера, как тебе? Можно в протаге, да. Правда, там вражеский воин будет бегать, если что, так-то. Ну, это уже такое. Есть минусы в этом плане, но сразу план рабочий. Побегали, нажимаем по боту, очень битый, сейчас будут его, скорее всего, забирать. Да, падает Тауэр. Жмак вот, не жалеет Глиф. Понятное дело, что откатится. Филд ставится на всякий случай. Ну и что у Акса? У Акса все пока печальненько. Ну, блин, Даггер заиметь, я не знаю, он покупает Клоак, он хочет впитывать урон, я так понимаю, будет выходить в какой-то пайп. Ну, это не тот Акс, это не Кэрри Акс. Ой, тот же Курьер сейчас умрет. Боже мой, Курьер с 1000 голды, а что там было? А как посмотреть, что было в Курьере? У меня билды с Курьера, у меня вот раньше были билды на пятерочку, а теперь от 1 до 0 герои выбираются и нужно поменять. Расскажите, как посмотреть, что было в Курьере. У тебя Курьер забинжен? По стандарту, наверное. Нет, у меня был бинстайл раньше, сейчас поменяю. Ладно, ладно, я нубес не суть. Тем временем Акс тут нашли в лесу, подходит 123, проблемки у Акса, трек повесили, пошел Сарикен, ну очень плотный Аксевич, да, тут у него еще рейндропы, 3 заряда, так что не самый лучший таргет. А вот Пейн, Пейн очень сладенький, я думаю. Можно свапать, можно прыгать, Глимс пошел. Ох, какая хроносфера по двоим, начинает разваливать там просто Руцкей, минус моментальность Брила Пейна. На развороте ставится еще одна хроносфера от Нира. Нир своровал хроносферу, но только от этого маловато. Продолжается в погоне за Аксом, Аксу очень больно, пока вытанковывает, но нет, тут Сарикен залетает, также здесь вылез Гулян, я слышу где-то. Гуля начинает драться, в итоге никого не забрали, потеряли двоих Тандер-Робот, продолжается в погоне за 291, 291-й отправляется в таверну. Три трек-килла в команду Вичи Гейминг. Они, думаю, очень даже довольны. 2100 голды, 2300 икспы за один замес. Хорошо, сейчас еще тавр можно забирать. Ну и посыпались переходничку Тандер-Робот. Потому что в Курере было два кольца на реген, маленькое и большое. А, ну как раз на худ. Ну да. Да, там видимо, что Акс вез его окольными путями. Сразу два по ЦФТП к себе на Т1, дефают, прагнятное дело, не хотят отдавать ТВРА. Твичи Гейминг своим оппонентам. Я опять закрыл тут все, давайте посмотрим, наверное, уже на Творц. Включим, да, как же было. По графикам я даже боюсь уже открывать. Хо-хо-хо, 10 тысяч преимущества за Вичи Гейминг. По XP 5,5 в районе этого. Неплохо в целом. Ну, то есть, вполне ожидаемо. Все-таки Вичи в прошлой игре показали, что они на пару голов сильнее оппонента. Да. Безусловно. Ну что, надо дальше продолжать давить. Есть Баунти Хантер, вот подошел он к 290-го. 290-го проблем. Сейчас будет повесить Сайленс. Там уже Арчит, тем временем появился у Сетевая. Да, огромная проблема у Инвокера. Подняли нас БК. А ультимейт на развороте Дизраптора не хотите ли? Очередной трек пошел по Ниру. Ниру больно. Умирает Ниру. Димса 0, тем временем минус Пейна. Пейн пытается улететь. Сбить. Пока, к сожалению, ничем Бимом не успел тут Сайлар закинуть. Ну, в итоге минус 2. И 2 треки лан. Умер, конечно, Баунти Хантер. Это обидно, но... Треки. Треки работают. И мы видим, что 8200 тысяч уже у Сетевая. А мы помним прекрасно ту самую... Того самого Сетевая на этом герое, который там просто бешеный. Он там в Саленово выиграл некоторые игры. Вполне себе. Мог себе позволить такое. Да, было дело. Гулян сейчас пострадает. Оп. Штаносферка. Саленс. Гуля. Таверну. Вот так вот. На топе. На топе. Утимейт от Сайлара. Боже мой, тут много крипов. Неудачно немножко ультанул Сайлар. Нужно убивать хоть кого-нибудь, но нет. Выживают 2 героя команды Тандер Роботс. Убивают они Майнкерри команды. Вич Гейминг могут еще подцепить, например, Дизераптора. Хотя тут Сирюкен Толс. Минус. Моментально. Рубена. Рубена подрезали. Просто в Глиммере. ТП. Отличная игра от Дизераптора. Так, еще тут БХ сейчас может еще и навалять там у Аксу, например. Ну, там вышка стоит, и под вышку не зайти. Да нет, я не спорю. Просто где-нибудь в лесу его поймать. Изнасиловать. Ну, можно. Да, ну, вполне себе там битый Акс очень. Начиная там, тем временем Т2 по боту сбить у нас Ротскей с Леново. Подходит сюда Инвокер. Пока никакой подкрепа нет, но вот сейчас будет у Акса проблема. Акс накидывает Батлхангер. Уходит он из БХ. Агр пока не юзает. Там уже вплотную, рядышком находится Дизераптор. Дает Вижн. Можно глимсовать. Там какой уровень глимса? Нет, не дотягивается. Чуть-чуть. Чуть-чуть там. Чуть-чуть. Я вот прям смотрю на радиус там. Вот, ну, буквально еще 300 инжи не хватает, чтобы глимсануть Акса обратно. Убегает Акс. Да, немножко не хватило. Линза нужна. Надо линзу собирать. Ну, в принципе, можно прикупить. Смок атака моментально от Вича. Блин, слушай, ну это вот прям вот действительно отрада для глаз. Смотреть в последнюю игру такую, когда дикий экшен постоянно давит. Вич и гейминг нашли у нас Акса в очередной раз. Пошел Тандер Страйк. Повесили трек. Аксу нужно что-то с этим делать. Ультимат Дизераптор пошел. Можно его обратно туда закинуть. Закинули, да. Но нет какого-то урона. Не продолжается у нас драка. Свап от Винги. Винга сэвит своего Акса. Залез Гуля в Крифа. Ну, просто полезный Гулян. Просто мега полезная Урса, которую никто не... Все ее игнорируют. Ничего не делают Гуля. Треки почти на всех. Прыгает Русский. Поставил неплохую хроносферу по двоим. Нужно ультовать. Ультимат от Квин оф Пейн. Но не попал. Боже, он не попал по Ниру. Как так? Ну, сетевая. Убивает в итоге Акса. Нир пытается убежать. Конечно, провал. Такого я не ожидал от себя. Что-то как ты делился очень долго, а промазал. Что-то зафейлил, да. Пошел у нас очередной бим. Ультима... Квин оф Пейн залетает на сад. Квин оф Пейн. Квин оф Пейн убивает Рубика. Минус 2 в итоге в исполнении команды Вич Гейминг. Очередные 2 треккила. И не торопится пушить, заметь. Ребята просто куражатся. Уже 10 тысячи Метворс у нас тем временем появляется. Сетевая. Что он дальше соберет этот вопрос? Потому что преимущество так-то за 15 завалило. Да, я уже... БХ работает. БХ отыгрывает на все. Да, БХ, конечно, тут хорош. Ничего не скажет о Миннинад. И в начале игры все сделал классно. Потому что был, ну, быстрый штыл левел. И сейчас все делает грамотно. Так что классно зашел. И все-таки зря на ферспик его забрали. Да, но не зря его так боятся. И Вейл появляется у нас у Рубика. Ну, по-додовое у Вокера. Но слабое участие такое себе. Себеете с собой-то и нечего. Ну, да. Но спейтболт и инвокер. Маловато будет. Там уже такие плотные герои, что не ощутят. Не очучат. Хотя был бы Купол, конечно, у них в команде. То да, это безусловно. Но Купол в другой, к сожалению. Уртикей. У него через 30 секунд откатится Купол. Через 35. Ну, в принципе, и без Купола можно подраться в Миде. Например, 291-го напрячь. Там Глимер, я слышал. Заюзали. Сайлар. Нет, это Дизраптор. Ультимейт. Пошел. Повесили нас. Рейдж заюзал нас Гулян. Повесили на нее трек. Трек скинул себе. Очередной трек накинул. Ой, Глимс какой шикарный. Но нужно бить теперь. Теперь уж точно никуда 291-го не денется. Как же отыгрывать просто товарищ Дизраптор на парус БХ? Просто делай всю игру. Ну там, хороши. БХ дает вижн, Дизраптор возвращает. Изи. Там, где время на топе. Пытались подцепить у нас. Я так понимаю, Энвокер. Энвокер просто улетел. Энвокер, ты все. Травелам. Ой-ой-ой, Стан залетает у нас все временем по Дизраптору. Дизраптора проблемки. Глимсанул Аксу. Шикарная игра просто. Обратно на базу ультимейта Циолара. Больно тем временем. Пейну, Пейну. Пейн испытывает Пейн. Пейн отправляется в таверну. Да, Дизраптор, конечно, этот троллинг на Дизрапторе, когда к тебе прилетает кто-то с ТПшечки, а ты его не на базу, точнее, на другой лайн, где был у нас Акс, откуда прилетел, а ты его отправляешь. Братиш, иди остынь. Подальше. Пошел подпормил немножко снизу. Да, ну и что, продолжается у нас дикий экшен. 20 минут, 27 на 12 счет. Ну и, конечно, вырывается вперед нехило так. Вичит гейминг за счет треккилов. Тут есть вижу... Нашли Акса. У меня было телепорта, я как раз там... А, Акса, проблемки. А там и БХ, проблемки тем временем. Ну Акс, очень плотно, и очень долго тут бьют. Утимейт от сетевая. У БХ проблемы на топе были. Но нет, БХ уходится. Нормально. У БХ с грифсами уже, и его убить крайне сложно. Смок атака. Смок атака от Тендер Робот Гейминг. Посмотрим, как им удастся это дело реализовать. Летит сюда тем временем уже у нас... Венжи Фолл Спирит, конечно же. Хотел сказать Queen of Pain, но все уже. Поплава пошла, небольшая, под утро. Тут пострял немножко у нас Дизраптор. Дизраптор шел в Глимер. Вот это фильмеш, вот это я называю фильмеш, так фильмеш. Глипс пошел нас тем временем по инвокеру. Ох, какая шикарная хроносфера по двоим. Но нет, пока урона не продолжает, просто начинает бить свап. Тем временем от ринги сэвит нас инвокера. Сюрикен пошел прыгать по всем, только сейчас вылазит гулян на развороте гейминг. Цепляет нас Дизраптор. Дизраптору очень больно. Но как же ультует Ротикея. В итоге Дизраптор выживает, это минус 5. И ГГ пишет Тандер Робот Гейминг. Ну, отличный. Отличный матч. Качественно. Кстати, у нас, смотри, 22-30. 3-2-2. 3-2-2, да. Да, безусловно, радуют такие матчи, когда происходит экшен. И есть что комментировать, а не комментировать, как люди формят в лесу. И там передвигаются по лайну в пятером. Ну что ж. На сегодня мы с вами будем потихонечку прощаться. Был тяжелый день. Спасибо, что были с нами. Приходите к нам, на самом, в среду. Там следующий как раз таки будет эфир. Так что нужно готовиться. Вроде как-то так. Да. Ну что ж, ребяточки, на сегодня для вас все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что с вами был Рухап и такой замечательный турнирка. Дота 2, Professional League китайский. Ну, китайский дивизион, глупо говорить, потому что это Лига как раз таки китайская. С вами был Джем и Тексас. Мы его сẻ были. Продолжение следует...